Всем привет! С вами Станислав и сегодня, как многие из вас уже успели понять, у нас гигант-версия от американцев Invicta на легендарный Rolex Submariner. Но перед тем, как начать, все уже знают, что нужно сделать. Подписаться на канал, поставить пальцы вверх этому видео. Так вы в лучшем виде выражаете мне свою благодарность. На самом деле, то, что сделала Invicta в этой модели, это круто. Вот представьте, у вас большая рука, вам нравится Rolex стиля, а классический Rolex 40 мм. На большой руке часы с диаметром 40 мм смотрятся, как маленькая шляпка на большой голове. А здесь вам и формы саба, и размер 47 мм. Короче, наглядный пример того, что получается, если скрестить гигантоманов Invicta и Rolex. Я не буду сильно вдаваться в дизайн этих часов. Понятно, что это хамаш на грани на одну из самых легендарных и узнаваемых моделей в мире. Это Rolex Submariner. Корпус и браслет этой модели сделаны из нержавеющей стали. Здесь позолото на центральных звеньях браслета, на заводной головке и на боковой окружности безеля. Сочетание цветов в этой модели реально космическое. Золото, серебристый цвет и глубокий фиолетовый смотрятся очень дорого. Но правда, эти часы действительно выглядят дороже, чем стоят на самом деле. Качество отделки корпуса неплохое. Здесь зеркальная полировка по бокам и сатинирование на боковых ушках. Сатинирование далеко не идеальное, довольно грубоватая текстура. Тем не менее, за стоимость этих часов я не буду придираться. Края безеля также немножечко островаты. Обработка не идеальная. А вот хват безеля достаточно удобный. Ход с приятной оттяжкой. Никакого люфта здесь и близко нет. И я бы сказал, очень дорогие щелчки. Ну а теперь давайте полноценно померяем часы. 46,8 по безелю. От ушка до ушка 55 мм. Толщина 15 мм. И вес 198 грамм. Также давайте померяем браслет. 22 мм. Качество браслета для своей стоимости также очень неплохое. Здесь сатинирование по крайним звеньям и зеркальная полировка по центральным. На стыке с корпусом есть достаточно ощутимый люфт. Застежка раскладная с фиксатором. Я не стал ее распаковывать. Это самая бюджетная, самая простая застежка, которую использует бренд Invicta. Штампованная снаружи. Штампованная внутри. Есть дополнительная регулировка по боковым отверстиям застежки. По задней крышке часов можно видеть, что это механика. В данном случае у нас японская механика с автоподзаводом Seiko NH35A. Это очень надежный, неприхотливый механизм с запасом хода 42 часа. Есть стоп-секунда. Есть ручной завод. И что классно, Invicta делает свой кастомный маятник желтого цвета и с символикой бренда. Что по характеристикам? Значит, здесь минеральное стекло с дополнительным увеличителем даты. Увеличивает достаточно хорошо. Здесь профессиональная водозащита 200 метров. И кнопка завинчивается для лучшей герметичности корпуса. Ну и самое время рассмотреть циферблат. Здесь Invicta очень сильно подражает стилистике Rolex. Стрелки типа Mercedes. Объемные метки. Накладной логотип. И куча надписей а-ля Rolex в нижней части циферблата. Но снова же, есть вот такие мелочи, которые очень приятны глазу. Это, например, секундная стрелка с наконечником фирменных крылышек Invicta. И Invicta не просто здесь копирует дизайн Rolex, а добавляет какие-то свои элементы. И это приятно. И, конечно же, очень красивый цвет циферблата. Давайте посмотрим на люм. Ну а вот так часы смотрятся на моем запястье 18 сантиметров обхвате. Можно сказать впритык. Конечно, я предполагаю, что на более массивном запястье эти часы будут смотреться более солидно и красиво. По итогу хочу сказать, что это еще один классный хомаш от бренда Invicta. Мне бы хотелось к чему-то придраться, но за стоимость этих часов не к чему. Хороший размер, красивая расцветка. Все в этой модели присутствует. Ссылку для приобретения этой модели я оставляю в описании к ролику. Еще раз предлагаю подписаться на канал, поставить пальцы вверх, если видео понравилось, было полезным. С вами, как обычно, был Станислав. На этом все. Всем хорошего дня. До новых встреч. Продолжение следует...